О кооперации белорусско-казахстанских предприятий сегодня говорили премьеры двух стран. Роман Головченко с рабочим визитом сейчас находится в Казахстане. По объему экспорта эта страна в десятки основных наших торговых партнеров. Есть и много совместных производств, которые работают с прибылью и постоянно расширяют и линейки товаров, и сборочные площади. За прошлый год страны наторговали на почти 850 миллионов долларов. О новых нишах и возможностях сотрудничества Белоруссии и Казахстана наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Сегодня уровень двухсторонних отношений определяет непростая торговля и уровень товарооборота, где все строится на купле-продаже, хотя она, конечно, и необходима. Ведь некоторые товары проще купить у партнера, если пока сами не производим. Это и комплексующие, и та или иная продукция. Но важна сегодня и кооперация, тем более, если партнерам есть что предложить друг другу, поделиться наработками и обсудить стратегию на рынке. Для Белоруссии и Казахстана это, например, такие сферы, как машиностроение, сельское хозяйство и все, что касается строительства. Здесь есть что сказать и что показать. О работе сообща говорили в Казахстане сегодня премьеры. Есть проекты, которые работают годами. Другие пока в планах. Обсудить все на месте решили как раз на производственных площадках Кастанайского региона. Территория эта по большей части промышленная, и она открыта для стоящих предложений. Славится Кастанай в том числе и своими автопредприятиями. Например, с этих конвейеров сходят легковушки девяти брендов. На них ездят и белорусы, и россияне, и азербайджанцы. Словом, покупатели есть. Поверх запросы здесь собирают и авто на батареях. Сотни электрокаров уже на дорогах. О машинах на зарядке сегодня говорили с белорусским премьером. Экотренды – это и путь с Беларуси. Наши электробусы уже оценили пассажиры во многих странах. На своих дорогах растет и количество подзарядок. Оценить конкурентов тоже дело нужное. Наш МТЗ в этот регион пришел всерьез и надолго. Уже есть три сборочных производства и торговый дом. Но это только пока. Роману Головченко сегодня показали перспективу на макете. С новыми цехами и объемами будущего. А также все площадки под них. Речь идет о глубокой локализации производства тракторов. А это инвестиции в завтра. Их около 7 миллионов долларов. Мы сейчас стоим здесь в цехе производства тракторов. Строительный корпус за нами. В первую очередь это 10,5 тысяч квадратных метров. Здесь будет производство полного цикла кабин. В следующем этапе мы будем строить еще один корпус 25 тысяч квадратных метров. Будем собирать двигатели, радиаторы всех типов. И производить совместно с моторным заводом дизель-генераторы, дизель-помпы. Это новый вид продукции, который тоже уверенно будет востребовано в республике Казахстан. Цех по выпуску универсальных тракторных кабин обещают запустить к концу года. А первую ждем уже в начале следующего. Этот бизнес-план, уверены здесь, окупится с лихвой. Полям Казахстана нужна новая техника. Почти половина той, что работает здесь сейчас, ждет смены. Большие площади под сборку решат эту задачу. Сейчас здесь тракторы собирают в одну смену, но готовы выходить и в три. Ведь спрос, заверяет премьера руководства завода, на наши белорусы будет расти. Они себя отлично показывают в деле. Питанька, сколько сейчас продаете? Сюда? Около 4 тысячи. Задача какая? На сегодняшний день задача сохранить это количество. На ближайшее время нам кажется, что будет рост. Так как здесь, на этой же площадке, строится центр по утилизации. Но не только тракторы нужны огромным сельхозугодием Казахстана. А еще и комбайны, селки, кормозаготовительные машины. Линейка предложений растет из года в год. Об этом говорили на Агромаш Холдинге. Он эксклюзивный дистрибьютор здесь белорусского Гомсельмаша. И не только. Кооперационные связи со многими нашими предприятиями. Мы работаем с Казахстаном очень плотно. Уже последних 5 лет. За 2 года мы приросли на 150% в темпах экспорта, поставки сельскохозяйственной продукции в Казахстан. У нас есть сборочное производство. Мы совместно с КАИКом собираем наши пресс-подборщики, прицепы и косилки. Также мы расширяем сейчас номенклатуру по кормозаготовке. Планируем тоже организовывать сборку в Казахстане. Бобруйск-Агромаш надеется пополнить копилку совместных проектов. Как раз в эти дни готовится новый. Много переговоров еще впереди. В числе важных партнеров Соколовско-Сарбайское горнообогатительное объединение. Лидер по поставкам железной руды и алюминия в ЕАЭС. Да и тема АПК и строительство ферм по белорусским технологиям интересны нашим партнерам. Мы приехали с пакетом предложений, чтобы скрепить их двухсторонними подписями. Светлана Лукинюк, Алексей Юныш, агентство теленовостей, Казахстан.